Всем привет! Пришел к Самвелу, чтобы на всему суп и говядину отвернули. Тебе уже можно потихоньку есть мясо, главное немного, потихоньку можно есть. Не хочет ехать домой, говорит, я остаюсь. Вчера была полетка, в полетке вчера была. Ну видишь, она же тебе сказала правильно, врач пришла. Горло берет, то ли от трубки, то ли от чего-то. Ну тогда лежи еще немного, пусть там будут выходные, врачей не будет. Хотя бы до завтра, понимаешь, хотя бы завтра вечером домой поехать, Томас начнет прыгать. Ну это да, это да, Томас может прыгнуть на живот. Просто там говорят, что мы рожагаем, на второй день я не знаю, что, как. Так вот тут мужчина ходит, говорит, я подходил и тот, что говорил, что ешьте тут в столовой. Говорит, хороший будет стул у вас, говорит, понемножку только, ешьте все, что дают. Он говорит, я в прошлую среду сделали такую операцию. В прошлую среду. И вот он еще здесь. На какой второй день, да. Все зависит от организма. Ну так вот 8 дней, вот этот мужчина полный еще после меня делает. Говорит, боли ужасные, говорит, не могу встать, не могу съесть. Вот ходит, на вид нормально, говорит, больно, страшно, такое впечатление, что это как Винни-Пух взлечивается. Ну тогда лежи еще. Я вчера вот это лежал, 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 потом не выдержал, нажал кнопку. Пришли, укололи, у меня было обезболивающее, что Юля покупал. И сразу легче стало, уснул. Может еще одна тебе купить? А с утра он, ну тот мужчина, второй, говорит, я на третий день отказался от обезболивающей. Надо, говорит, побороть это, нужно каждый день меньше. У меня просто сегодня еще ничего. Обезболивающие не кололи вообще. И оно больно. Вчера вот раза три мне кололи. Поэтому я ходил, знаешь, как будто ничего не было. Раз у кого или второй. Я говорю, да, оно ничего не помогает, все равно оно режет. А вот сейчас как режет. Ну хочешь, я пойду еще тебе куплю обезболивающие? Не надо. Потому что потом вечером, если меня не будет, кто тебе купил обезболивающие? У них нема. У них есть. У них не такое, как мы покупали. Я дам денег купить. Ты ешь говядину и говядину? Я занял всю палату. Люди видятся в других, в душных. Кто говорит? Одна там умно написала. А я говорю, извините, я занимаю одну койку. Когою нету, да? Пусть кого-то положат, мне веселей будет. Я захожу до них общаюсь. Пусть кого-то положат, я не против. А что они в душных? Каждый лежит на своей кровати. С таким же вентилятором, приоткрытой комнате. Да, да, да. Причем тут в душных палатах вроде я занял кого-то. Была пустая палата, меня положили. Никого там есть места у них, там койка свободная. Там пусть кого-то ложат, что я забаррикадировал комнату и никого не поставил. Ты не обращай внимания. Конечно, хозяин больницы и палаты. Ты бери ешь говядину и запивай себя этим бульоном, чтобы ты его в сухомятку не ел говядину. Сегодня хоть погода, вчера дождь был. А когда был дождь, спал. Ой. Ой, хорошо. Вчера эти тетерева поил. Какие тетерева? Мила приносила. То не тетерева, то перепелки. А. Тетерева. У тебя же там есть твоя тарелочка. Чего ты так? Тетерева. Смотри, смотри. Вот тут стоит твоя тарелка. Угу. Это ты кинул апельсины? Юля, не звонила, не придешь сегодня? Не, ладно, на работу перейдешь. А, наверное позже придешь после работы. Есть хочется. Хочется есть. Тебе надо наоборот есть нормально, чтобы тебе все там завязывали, чтобы туалет нормально ходил, чтобы восстанавливать все. Кушай. Водичку тебе надо еще купить? Что там тебе? Одна бутылка? Там компот миленький. Йогурт что у тебя есть. Я тебе попозже приду. Мила обещала приехать. Сейчас поднимемся, что Мила тебе привезай. Если нет, я тебе попозже приду, не попозже, а позже тебе куплю еще что-то в буфете. А если хочешь, тебе оставлю деньги. Нема буфета. А знаешь, где буфет внизу? Мы же были, когда ложимся. О, там. Только там если утром придешь, они с 8 часов открыты. Там все есть. Потому что потом через 2 часа ничего не будет. Там и суп есть, и бульон, и окрошка есть, и мясо, и говядина, и такое отварное. Я тебе могу сейчас взять в холодильник, если хочешь, и салат можно тебе взять. И ты будешь себе пушать. Как там то у нас? Прекрасно валяется на полу. И в форме? Да. Вот так, ребята. Ты ничего не делал ночью. И в чем проблема? Не сказав ничего. Ой, ну та картина, что ты прям такая, высылал. Что я женщина с ребенком, серебряная. Так ты не его так делал, она как маятник. Ничего не сбрасывал сегодня. Может потому что наився. Он гонял, гонял вечером. Хороший конь, да? Да, я смотрел битву Игры престолов, а он гонял, гонял, гонял. Сколько мы играли престолов? Там сегодня, не сегодня, а вчера была битва. На драконе. Вот эта летала на драконе, вместе с этим братом вот, и начала, да, начала всех вот так палить этим драконом. А кого она убивала? От того Тириона брата, того, что с одной рукой. Они как бы... От этой королевы брата еще впить, да? Они поехали за каким-то золотом, потому что к ним пришел банк, вот этот какой-то начальник с банка. И они везли это золото. Они же разбомбили деньги? Да, да, и они разбомбили все это золото, спалили их. Да, 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 да. И вот той мужик, вот той, что в замке темном, они объединились вместе с этой халихи, и все вместе пойдут на замок и будут убивать ходокиты. А Ария? Ария вернулась домой туда, и тот пацан вернулся в Винтерфелл. Все вернулись. Да, 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 все вернулись. Ага. Это какой сезон? Седьмой. Еще один сезон. Все, обошли. Седьмой, седьмой, это еще седьмой. Вот интересный сериал. Уже скоро все. Ну, никогда не знал, что такое может быть интересное. Подсаживаешься. Ну, каждый раз что-то новое. Классный сериал, снят. А драконы живые все? Все живые, да. Там одному говорят, дракона превратят в этих, в скелетов. Ну, это кто говорит? Это Леша говорил, да? Он тоже смотрел. Да, Леша все посмотрел. По-моему, переел. И ты хватаешь быстро. Ты возьми суп еще похлебать, запей. Да, я целый. Скелеша много съел. Ну? Я много съели кусок мяса большого. А тебе ставлю холодильник и ты что-то доишь мясо? Давай. Не знаю, кто там что говорит, что мы рожаем и ходим. Давай я тебе помогу. Каждому свое. Я не рожаю, не знаю. Оля сторон. Ты меньше обращай внимание, потому что все. Каждый у вас в организме. Ага, ага. Аж мокрый. Самвил, ты возьми шорти эти подтяни. Высшие. Что ты хотел мне показать? Это мусор вот этот. 4 вавчера. Ой, перепела. А куда ты хочешь его вынести? Оставь коробку, не двигай коробку. Нет, два перепелки приносила. Компот там. Мира тевтели. Где ты говорил, что можно выкинуть? Где? Куда? Медсестра, врачи, у меня такой ящик. А куда? 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 Ты что, бать? Та я буду идти. Я сейчас буду выходить от тебя и заберу этот ящик и вынесу. Обязательно некрасиво сказать, как свинья. Ох. Ох. Вон, пожалуйста, свободные комнаты, горки. Я ж не добавляю, не считаю. Скажи тебе спасибо, что я на Гане. Привет, Мила. Привет, Мила. Вон, привет. Сегодня больничек вчера. Да? Ну, никого я безбаливаю, если сегодня ничего не считаю. Кровать, где-то скуза. Да просто. Колянчик дай мне с тобой. Сейчас, Мила, ему кровать. Я сейчас заправлю, я сейчас в лупы своих перетолок. Ребята, я ехал от Самвела, гляньте, что у меня случилось. Значит, вот тут такая вот трубочка есть и дырочка, видите? И получается у меня фонтаном отсюда лился. Вот эта жидкость лилась. Сейчас доехал на СТО, чтоб не перемотали, хотя бы до солнечного доеду. И тоже вот Милу подвозил, получается. И как будто кто-то мне сказал, открой капот, посмотри. Я открываю капот, у меня вот тут там фонтаном летит вода. Смотрите, все мокрое. Жесть. Сейчас хотя бы домой, чтоб доехать. Вот уже на минимуме стоит вот эта жидкость. Видите? Это сок. Пипец. Сейчас, надеюсь, мне здесь чем-то перемотает и буду, надо будет заказывать вот эту трубочку. Что, этот кусочек тут нельзя сделать, надо вот эту целую трубку заказывать. Вот она сплошная идет, видите? И вот это я решил сделать. Продолжение следует...